всем привет на связи максим петров я рад приветствовать вас на канале макс капитал на котором мы развиваем инвесторское мышление сегодня будем говорить на интересную тему связанную с ростом цен на недвижимость рост цен на автомобили в принципе инфляция которая наблюдается в россии причины роста как долго это может продолжиться что влияет на рост цен на недвижимость и когда ждать падения хороший вопрос который на самом деле сейчас волнует абсолютное большинство людей я что цены растут что делать и здесь причина опять-таки является так называемые инфляционное ожидание мы снова возвращаемся к вопросу инфляции что есть потребительская инфляция но классическая потребительская инфляция которая возникает в свете того что экономика растет что значит растущая экономика значит что предприятия которые производят прибавочную стоимость начинают зарабатывать больше опять откуда они зарабатывают они зарабатывают от людей которые тратят которые потребляют и растущая экономика неизбежно связано с растущими располагаемыми доходами населения но если мы говорим про хрестоматийные примеры как это происходит нормальной здоровой экономики то есть происходит следующее низкие процентные ставки в экономике приводят к тому что стоимость кредита дешевая Дешевая стоимость кредита, в свою очередь, она влияет на две составляющие. С одной стороны, потребительские кредиты, которые берут физические лица, они становятся более доступными. Увеличиваются лимиты кредитования. Вы можете в долг взять больше, платить будете столько же, при более низкой процентной ставке. Соответственно, количество денег, которое можно кредитными потратить, оно увеличивается непосредственно. Второй момент. Низкие процентные ставки приводят к тому, что предприятия, которые производят прибавочную стоимость, для них стоимость финансового капитала в этой производственной сфере становится дешевле. Они могут взять более квалифицированный персонал, они могут направить деньги на обучение персонала, они могут увеличивать производительность труда, реализовать какие-то инвестиционные проекты. Получается, компания начинает развивать свой бизнес, производить больше товаров и услуг. Для этого, соответственно, нужно большее количество людей, или чтобы эти люди были квалифицированными, и в этих людей начинают вкладываться в плане обучения происходит рост производительности труда. Люди, которые работают на этих предприятиях, начинают получать более высокую зарплату стабильно, и они уверены в завтрашнем дне. То есть они просто видят, что выходят новые сотрудники. То есть растет потребительская уверенность в завтрашнем дне. И в этом случае человек рассуждает следующим образом. Как у нас это было в нулевых годах. То есть когда произошло обнуление, эффект низкой базы, цены на нефть упали. Было сначала всем плохо 2-3 года. Произошло очищение, и цены на ресурсы условно начали расти. И наши располагаемые доходы начали увеличиваться. И как раз в нулевых годах сначала началось потребительское кредитование. В принципе, у людей стало денег оставаться больше после осуществления основных трат, которые необходимы были. Помимо всего прочего, начали активно кредитовать. Потребительское кредитование, посткредитование, автокредитование. Приняли закон об ипотеке. Стала возможность непосредственно потратить в кредит на покупку недвижимости. И эта потребительская инфляция, она связана с ростом экономики. В первую очередь. В здоровой экономике. Когда экономика растет. Почему это происходит? Потому что люди зарабатывают больше. К тому, что они в принципе больше зарабатывают. И то, что у них растет заработная плата. У них увеличивается количество денег, которое они могут потратить за счет кредитов дешевых. То есть еще больше могут потратить. И получается, вот этот вот, кто на рыбалке был, бывает такое, что рыбы жор идут. Когда они там просто на голый крючок кидаются. Потому что вот так вот происходит. То же самое с потребительской инфляцией. Когда доходы располагаемые растут, люди все покупают. Людям плевать на качество. Людям плевать на сервис. Людям плевать на то, что они приходят к автодилеру. И автодилер им говорит, слушайте, мы понимаем, что у вас одобренный, предодобренный автокредит. Вопросов нет. Но машину вы получите через полгода или через год. Почему опять-таки такое происходит? За счет того, что очень много желающих купить эти автомобили. Производители в этом случае, что они делают? Закон спроса и предложения. Желающих купить много. Удовлетворить этот спрос не могут. Цены начинают непосредственно расти. Называется потребительская инфляция. То есть цены начинают расти. И тут кредитор, который выдает вот эти вот кредиты, автокредиты, он начинает анализировать макропоказатели. Потому что растущая инфляция, потребительская инфляция, наряду с фактом того, что она растет, еще вызывает инфляционные ожидания. И запускается некий такой снежный ком. То есть цены на товары начинают расти не потому, что у людей располагаемый доход увеличился, а потому что они ждут, что завтра из-за инфляции машина будет стоить дороже. То есть если я, допустим, в феврале 2021 года покупал автомобиль за 5800, сейчас точно такой же автомобиль стоит 7200. Но он стоит 7200 не потому, что стоит очередь из кредитоспособных людей, которые хотят эти автомобили купить. А очередь стоит из-за того, что и цены-то выросли, из-за того, что выросли инфляционные ожидания. И то есть люди просто что-либо покупают, потому что они боятся, что завтра это будет стоить дороже. И это уже идет денежная инфляция, инфляционные ожидания, когда инфляция начинает раскручивать сама себя. Когда эти темпы становятся очень высокими. И это очень опасно. То есть почему сейчас и проявляют большое количество вопросов к политике Федеральной резервной системы? Потому что инфляция растет, а процентные ставки не повышают, чтобы эту инфляцию погасить. Возвращаясь к вопросу, как долго продлится история с дорогими автомобилями, дорогой недвижимостью. Дело в том, что это товар. Недвижимость и автомобили, это в любом случае товар, который продается. И когда мы говорим, что будет, то есть мы хотим спрогнозировать рост недвижимости или падение недвижимости, мы в этом случае наряду с некими инфляционными ожиданиями должны просто понимать, если мы живем в России и этот вопрос интересует, а что в принципе с доходами населения происходит? Доходы увеличиваются или доходы уменьшаются? И если мы понимаем и боимся, что недвижимость вырастет, то в этом случае мы должны понимать, что она вырастет. Во-первых, ну да, будут какие-то определенные инфляционные ожидания, отложенные спросы, и люди быстренько купят это. И очень много покупок совершается в ипотеку. И спрос был вызван тем, что была как раз-таки льготная ипотека. И в этом случае получается, что отложенный спрос реализовался, кто-то там увидел, что какую-то часть отменили, что процентную ставку центральный банк повышает, что скорее всего больше этого не будет. Но тогда возникает вопрос. Если у нас сейчас процентная ставка повышается, скорее всего инфляция замедлится, потому что стоимость денег же увеличивается, инфляция, соответственно, будет замедляться. Если инфляция будет замедляться, будут уходить инфляционные ожидания. Если будут уходить инфляционные ожидания, то причины для того, чтобы цена на недвижимость росла дальше, должны заключаться в том, что у нас должно что-то произойти вот в этой связке баланса спроса и предложения. Или у нас должно быть предложение ограничено, то есть недвижимости должно стать мало, а желающих купить по-прежнему будет точно такое же количество, как вчера. Скорее всего нет. Говорить о том, что у нас доходы у населения растут, и они могут себе позволить купить по более высокой цене недвижимость, чем она сейчас торгуется. Опять, скорее нет, чем да. И если посмотрим на факторы, влияющие на спрос, это в первую очередь располагаемые доходы населения, они с 2014 года, реальные доходы располагаемые, они не растут, они только снижаются. То есть этот фактор уходит. Второй момент, и это основной фактор по спросу, фактор предложения. Будет оно увеличиваться, будет оно сокращаться. Если оно будет сокращаться, то тоже это может привести к тому, что цены на недвижимость хотя бы могут остаться на прежнем уровне. Но что у нас происходит? У нас налоги на недвижимость растут. И вообще, в принципе, у нас недавно вышла статья о том, что с 2013 года цены на недвижимость выросли на 72% в России. То есть на 72% вырос размер налогооблагаемой базы, потому что у нас сейчас налоги берутся с кадастровой стоимости недвижимости. То есть люди будут платить больше налогов, люди платить будут больше коммуналки, у людей располагаемые доходы будут достаточно низкие, процентные ставки у нас центральный банк повышает, и получаются располагаемые доходы, которые человек может направить на оплату ипотеку, они могут уменьшиться, потому что потребительские кредиты и так есть, человек и так с текущими доходами не справляется с текущими платежами по кредитным обязательствам, он перекредитовывается, а теперь он будет перекредитовываться под более высокий процент, у него будет становиться еще меньше, и, соответственно, не будет возможности обслуживать ипотеку. Ипотечные квартиры банки будут изымать и выставлять на рынок. Люди, которые покупают в инвестиционных целях, соответственно, у них рентная доходность снижается, если они сдают его в аренду. За счет того, что более высокие налоги, более высокие коммунальные платежи, потому что они тоже увеличиваются, растут, амортизация непосредственно. Это говорит о том, что предложение будет увеличиваться со стороны людей, кто занимается с инвестиционной целью покупки недвижимости, они захотят зафиксировать прибыль. Со стороны застройщиков, которым нужно элементарно продавать объекты недвижимости, а рынок уже, ну, то есть спрос снижается, он уменьшается. А у тебя есть кроу-счета, а у тебя кредиты, по которым ты должен расплачиваться, тебе нужно продавать, и тебе нужно брать другие площадки. То есть если ты взял площадку под застройку, в течение 3-5 лет ты должен построить по проектной декларации. Если ты не построил, то в этом случае у тебя будут очень большие проблемы. И тогда у тебя возникает вопрос, а цены на стройматериалы за счет инфляции выросли. То есть, соответственно, ты будешь продавать в ущерб своей марже. И получается, что когда я смотрю в будущее, то для меня опять является ключевым моментом спрогнозировать, что же будет со спросом и предложением. То есть будут ли, какое количество людей будет покупать тот же самый автомобиль за 7,2 миллиона. Какое количество людей будут покупать однокомнатную квартиру в Воронеже за 3 миллиона. Доходы не выросли номинальные. И в этом случае получается, что у нас очень большая угроза со стороны спроса, потому что люди не могут позволить себе это покупать. С другой стороны, у нас будет высокий объем предложений, потому что опять-таки дилеры могут сейчас завышать цены на автомобили, застройщики могут сейчас завышать цены на недвижимость. Пока покупают, но потом возникает некое такое плато, на котором находимся. А так как спроса нет, продавать все равно надо, чтобы функционировать. Чтобы получать прибавочную стоимость. Начнется снижение цены. А снижение цены приведет к увеличению предложений. И поэтому здесь получается с позиции разумного инвестирования нужно смотреть некие альтернативы, которые ты можешь получить. То есть, каково тебе будет право пользования недвижимостью, сколько тебе это будет стоить, и сколько тебе будет стоить право собственности. Здесь тоже есть такая, я неоднократно уже на канале про эту историю рассказывал, полная стоимость права собственности. То есть, мы об этом уже говорили, мы это считали. Видео можно на канале непосредственно посмотреть. И здесь нужно понимать, что вот в текущий момент он, наверное, более разумно будет арендовать. Хотя, опять-таки, цена аренды тоже пока что выросла, но это неизбежно, потому что растет цена на недвижимость. И в этом случае, получается, человек хочет сохранить какую-то рентную доходность. Но ты можешь это делать, пока это тебе позволяет арендатор. То есть, арендатор соглашается тебе платить такую ставку аренды. Но если у арендатора доходы расти не будут, то он в определенный момент придет и скажет тебе, извини, дружище, я не могу столько платить. Арендодатель скажет, съезжай, а нового арендатора не сможешь найти, потому что это будет уже, ну, то есть, достаточно высокая цена. Поэтому, как в этом анекдоте рассказывают, да, когда успешного бизнесмена, предпринимателя, там, журналист спросил, скажите, какое самое важное качество для любого предпринимателя, бизнесмена, инвестора? Он сказал терпение. Он говорит, ну, позвольте, терпение же не решает абсолютно все вопросы. Он говорит, ну, приведите пример. Журналист говорит, ну, сколько бы у меня nie было терпения, я не смогу воду в решетие перенести. Он говорит, ну, почему же, надо просто дождаться зимы. И здесь та же самая история, да, когда рынок иррационален, когда мы понимаем, что стоимость, которую нам нужно заплатить, она достаточно высокая, то рынок придет к некому среднему значению. Располагаемые доходы не растут, и рассчитывать в этой связи на то, что будут расти цены на недвижимости на автомобиле, маловероятно. Иррациональный оптимизм приводит к тому, что люди не соображают, люди покупают, люди не рассчитывают на будущие денежные потоки, как они с этим будут расплачиваться, и в конечном счете потом попадают в этот капкан кредитный. То есть банки забирают автомобили, банки забирают квартиры, эти автомобили, квартиры в итоге оказываются в процедуре или банкротства, или они где-то на аукционах выставляются. И человек, который разумен, он бы, наверное, сейчас подписался на какие-то электронные площадки, где происходит процедура банкротства, и я думаю, в следующие полтора-два года количество интересных сделок, что по покупке недвижимости, что по покупке автомобиля будет предостаточное количество. Резюмируя ответ на вопрос, достаточно долго я на него отвечал, можно говорить о том, что причиной для того, что растет цена, выросли цены везде, является два, две вещи, причем на самом деле одна, то есть это инфляция. Это инфляция и инфляционные ожидания, то есть люди боятся инфляции, соответственно, боясь инфляции, они начинают бежать в магазины, покупать там товары, услуги, и это приводит к росту цен, и начинается так называемая ценовая инфляция, которая вот как снежный ком, да, одно из другого вытекает. Наибольшие паникеры сразу покупают, потом вот начинают покупать люди, которые менее паникеры, да, а потом вообще консервативные инвесторы смотрят, твою же дивизию недвижимость там за год выросла на 30-40%. Если бы я купил там квартиру за 10 миллионов, сейчас бы там 3-4 миллиона заработал, и, соответственно, это вот как хайп такой, да, который к классической пирамиде приводит. И получается, что здесь очень важно понимать, какие принципы работают на инфляции, и как раз таки инфляция, инфляционные ожидания в долгосроке влияют на стоимость денег. Максим, я знаю, что бывают резкие всплески цен на недвижимость и резкий спар. Отчего это зависит и когда возможно утверждать? На самом деле я бы не сказал, что бывают резкие всплески. Как раз таки вот если посмотреть, то прослеживаются тенденции, что резких всплесков практически не бывает. То есть если мы растем, мы растем как в горку, как будто бы камушек катим. То есть экономика вот растет, и цены на недвижимость, они могут как некий такой вот камушек, который катится, катится, катится в гору, потом додвигает какой-то вершины и вот так вот падает. И падает достаточно резко. То есть если мы растем, то мы растем медленно и достаточно долго, а падаем сильно и быстро. В недвижимости эта динамика, она более продолжительная, она более инерционная, потому что здесь более спрос не такой эластичный. То есть во-первых, спрос не совсем эластичный, во-вторых, ликвидность не очень высокая, но нельзя быстро купить недвижимость или продать недвижимость. Нельзя быстро, если вы используете это в инвестиционных целях, продать часть недвижимости, коридор продать, а остальное оставить себе, если вдруг деньги нужны на операцию. То есть, соответственно, объект целиком покупается, целиком продается. Поэтому вот из-за того, что недвижимость, она менее ликвидна, соответственно, там вот эти вот волны, да, они ощущаются, ну то есть они как бы более растянуты, они более инерционные. То есть сама экономика страны может упасть, фондовый рынок может упасть еще быстрее, чем упадет экономика, потому что как раз таки на фондовом рынке здесь больше ликвидности, здесь не нужно оперировать какими-то крупными суммами, здесь можно части акций продать, части акций купить, и получается, что рынок, он более динамичный, он более реагирует как раз таки на фундаментальные показатели. Потом по динамике непосредственно экономика, а недвижимость, она имеет вот некий такой инерционный характер, да, то есть фондовый рынок может упасть, за это может упасть экономика, и только после этого начнет падать цен на недвижимость, еще даже с каким-нибудь временным лагом в 6-12 месяцев. И наоборот экономика, то есть фондовый рынок может уже отскочить, начать расти экономика, начать восстанавливаться, а недвижимость еще по инерции будет продолжать падать в какой-то определенный момент времени. И здесь можно говорить о том, что действительно в экономике, основанной на кредите, есть так называемые кредитные циклы. При этом кредитные циклы, они бывают краткосрочными кредитными циклами и долгосрочными кредитными циклами. То есть краткосрочный кредитный цикл статистически составляет 5-7 лет, соответственно, в последние, может быть, 20-30 лет, вот эти промежутки между краткосрочными кредитными циклами начинают увеличиваться. То есть если раньше они были 5 лет, потом 7 лет, то сейчас с момента последнего такого прям серьезного кризиса у нас прошло 2008-12 лет, то есть более чем в 2 раза. А долгосрочный кредитный цикл занимает 75-100 лет. При этом стандартно у нас получается 2 трети времени мы находимся в растущей фазе рынка, в растущей фазе экономики, и 1 треть времени мы падаем. И преимущественно в какой-то степени, в которой мы находимся сейчас, заключается в том, что, ну как преимущество, с одной стороны опасность, с другой стороны очень большая возможность, которую мы имеем в настоящий момент, что мы находимся где-то на высшей стадии, роста краткосрочного кредитного цикла и долгосрочного кредитного цикла. То есть у нас может быть падение сначала, согласно краткосрочного кредитного цикла. Если мы говорим про падение фондовых рынков, это падение в пределах 30-40%. И мы на самом деле можем уйти в фазу Великой депрессии 2.0, когда инфляция выйдет из-под контроля, когда мы перейдем в период стакфляции. Это период, когда у нас и экономика падает, и инфляция растет. То есть у нас и доходы не растут, и безработица высокая, и все это еще сопровождается высокими темпами инфляции, просто потому что денежная масса бесконтрольная увеличилась. Экономика может отъехать очень-очень существенно, то есть очень существенно может скорректироваться, потому что у нас еще и мы совпадаем с фазой долгосрочного кредитного цикла. Если мы понимаем, что это 75-100 лет, 2 трети времени растем, это получается 50-75 лет мы растем, и 10-15 лет мы можем вообще находиться в нисходящих стадии. Сейчас об этом никто не говорит, потому что люди, которые сейчас в здравом уме и светлой памяти, которые переживали это, ну их практически не осталось. То есть это нужно понимать, что как минимум 30-е годы 20-го века человеку в этом возрасте должно было быть лет 20-30. То есть получается, что этому человеку сейчас должно быть лет 150. Естественно, таких людей уже не осталось. И когда мы говорим об этих страхах, кто-то это называет армагедонщики, часто приходится слышать, но опять экономические законы никто не отменял. Законы спроса и предложения, как уровень долга, который сейчас есть в мировой экономической системе, левереж, как печатные станки, когда печатаются ничем не обеспеченные валюты. То есть это в любом случае отразится на фундаментале, это отразится на базисе экономическом. И здесь получается, что возникают очень классные возможности, но и риски достаточно высокие. А мы сейчас уже сколько в росте, если про долгосрочный цикл? Долгосрочный кредитный цикл, в принципе, он начался, наверное, последний в Америке, наверное, ближе к 40-м, 50-м годам, то есть после Великой депрессии. Когда экономика получила большой стимул для развития военной промышленности, отказ от каких-то обязательств, восстановление Европы, потребление, все очень сильно упало, экономика сжалась, производственные мощности были разрушены, война Вторая мировая унесла большое количество жизней, и, соответственно, здесь получается был очень низкий эффект базы, ну, с какими-то определенными коррекциями, в определенный момент более глубокими, в какой-то момент менее глубокими, но, тем не менее, это была фаза такого долгосрочного кредитного цикла с 50-х, наверное, готова. Если говорить о краткосрочном цикле, то где мы сейчас находимся? Лично я говорю о том, что мы должны были упасть еще в 2017-2018 году, и с этого момента здесь получается, кто-то говорит, на самом деле там и сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время, и когда люди там армагедонят, говорят, что все плохо, что все упадет, все это ерунда, все будет хорошо, все снова непосредственно выкупает. Определение фазы кредитного цикла, будь то краткосрочный или долгосрочный кредитный цикл, заключается в том, что заканчивается фактически фаза роста тогда, когда начинает расти инфляция. Причем причиной роста инфляции в том числе является экономическая активность населения. Инфляция начинает расти, растущая инфляция ведет к тому, чтобы ее контролировать, начинают повышать процентные ставки, и повышение процентных ставок прерывает вот этот экономический рост. Потому что более дорогие кредиты приводят к увеличению стоимости обслуживания кредитования, к тому, что кредиты более дорогие, Люди перестают потреблять, и это, в свою очередь, приводит к тому, что экономика уходит в рецессию, потому что она сжимается, люди меньше потребляют. Поэтому, когда инфляция начинает расти, а экономисты, финансисты, управляющие хедж-фондами, они же это непосредственно все понимают, почему Баффет тоже с 2017-2018 года не инвестирует? Почему на балансе Berkshire Headway с порядка 145 миллиардов долларов кэш сконцентрирован? То есть, человек упустил последние 3-4 года роста. То есть, сказали, все, Акела промахнулся, пора на пенсию. На самом деле, Баффет это все прекрасно понимает. И в этом случае, что он понимает? Он понимает, что деньги печатают, что процентные ставки находятся на низких значениях, что это в любом случае приведет к инфляции. И даже если эта инфляция пока что стерилизуется финансовым рынком, все равно он не может его безгранично стерилизовать. В конечном счете, это закончится большим бумом. И у него для этого есть кэш для того, чтобы упавшие хорошие качественные активы купить дешевле. И здесь получается, что определение кредитного цикла, ну то есть, когда начинается разворот. Разворот начинается тогда, когда начинает расти инфляция. И инфляция приближается к таргетируемому уровню. То есть, в Америке это 2% до недавнего времени. Сейчас они подняли эту планку в связи с ковидом 2,5-3%. Потому что тогда начинает как раз таки расти ожидание. И люди начинают опасаться, что высокая инфляция приведет к росту процентных ставок. Процентные ставки приведут к сжатию экономики, сжатию потребления. Это то, что характеризует краткосрочный кредитный цикл. И наоборот, соответственно, падающая инфляция, угасающая инфляция, наоборот, сигнализирует о том, что, скорее всего, процентные ставки будут снижены. Потому что это будет сопровождаться падением экономики. Экономику нужно будет стимулировать. Как отличить фазу долгосрочного кредитного цикла от краткосрочного кредитного цикла? И как понять, накладываются они или нет? Основная причина, которая приводит к глобальному развороту, то есть экономика условно 50-70 лет растет, и происходит нечто такое, что приводит к кардинальному развороту всего этого, перевороту на более низкое значение. Причиной тому является то, что когда инфляция начинает расти, центральные банки снижают процентную ставку, чтобы поддержать потребление. То есть, чтобы вот загасшую вот эту экономическую машину, которая стала работать на малых оборотах, чтобы ее, соответственно, раскачегарить, чтобы дать газу, снижают процентную ставку, то есть делают деньги более доступными. И снижение процентной ставки как раз-таки позволяет запустить. Когда снижать уже нечего, ну то есть когда у тебя и так процентная ставка уже ноль, то есть ты ниже уже опустить процентную ставку никак не можешь. Но вот это вот фаза долгосрочного кредитного цикла. Пока в настоящий момент мировые центральные банки сказали, а мы будем печатать деньги. Но вы тоже, у вас есть предел, сколько вы можете напечатать, потому что даже сейчас напечатанные деньги банки уже не берут. Вот финансовая система, которая как раз-таки обслуживает экономику, она от центральных банков перестает брать эту ликвидность. Потому что когда у тебя экономика не запустилась, ты, если берешь деньги, тебе все равно их нужно возвращать. Опять вот это вот, почему мы сегодня более длительное время находимся в растущей фазе. Потому что деньги направлялись не в реальную экономику, не в реальное создание рабочих мест. А эти денежные средства, они стерилизовались финансовой системой. Покупались облигации, покупались финансовые активы, покупалась недвижимость. То есть банки оперировали этими деньгами, напечатанными не через направление в реальный сектор экономики, а в направлении в виртуальный сектор экономики, в акции, облигации, какие-то определенные бумажные активы. Но даже сейчас, когда мы смотрим эти бумажные активы, они не покрывают тебе даже растущую инфляцию. Все, финиш. Финита ля комедия. По одной простой причине, потому что даже если у тебя есть доступ к этим напечатанным деньгам, ты их можешь взять. Тебе это бесплатно. Тебе говорят, возьми, что хочешь с ними делай. Окей, ты на протяжении 5 лет их брал. Даже каких 5? 10 лет. Ты их брал. Ты покупал акции, ты покупал облигации, ты скупил в принципе все, что можно. Даже все говно, какое было, на 7 триллионов ты еще и говна накупил. Которые реально дефолтные, по которым никто никогда не расплатится. И поэтому, когда говорят, что будут проблемы, господи, напечатают еще. Но уже сейчас банки говорят, все, ребят, мы не знаем, куда вкладывать. Реальный сектор рискованно. Акции имеют там текущую форвардную доходность в районе 1-1,2% при инфляции 2, ожидаемые в следующие 5 лет. Облигации я покупать не буду, потому что это страшно, потому что они стоят дорого. Потому что 10-летняя доходность облигаций в США 1,2%, при инфляции 2,4% ожидаемые. Акции я тоже покупать не буду, потому что риски очень высокие. Недвижимость никакой арендной доходностью тоже не обладает, то есть не покрывает инфляцию. То есть все активы стоят настолько дорого, что я не знаю, что мне с этими деньгами делать. В реальный сектор я боюсь, потому что он стоит. И виртуальный сектор на финансовых рынках все стоит очень дорого. И поэтому, ребят, я просто не буду брать. Вот то, что должен, я постепенно буду вам возвращать. И вы можете сказать, ребят, у меня печатный станок открыт на полную катушку. Возьмите сколько вам угодно. Они будут брать только для того, чтобы поддержать какую-то ликвидность краткосрочную. Но ничего с этим делать не будут. И мы видим, что институциональные инвесторы практически не работают на фондовом рынке. Что индикатор Smart Money нам сигнализирует о том, что глобальные умные деньги уходят с фондового рынка сейчас в настоящий момент американского. Это сигнал о том, что пришла фаза спада долгосрочного кредитного цикла. Ее могут еще отсрочить, может быть, на год, на два. Но этого не избежать. На стоимость денег на самом деле еще влияет один фактор. Не только инфляция. Потому что если посмотреть основные законы любой страны о Центральном банке, можно увидеть, что банк контролирует как раз-таки две вещи. Инфляцию – еще один фактор, который контролирует Центральный банк. Вот именно об этом я рассказываю на бесплатном вебинаре. Что влияет на стоимость денег. В свою очередь, как стоимость денег зависит и влияет на располагаемые доходы, на рост экономики, на движение различного класса активов. Какие активы от этого выигрывают. Какие активы от этого проигрывают. Какие активы в стадии инфляционного всплеска приносят стабильный доход для инвесторов. Какие активы в этот же самый промежуток времени показывают негативную динамику и несут убытки для клиентов. Вебинар абсолютно бесплатный, продолжительностью 2 часа. Поэтому, если вам это интересно, проходите по ссылке ниже под данное видео. Смотрите. Я думаю, что вам это будет интересно и полезно. На этом у меня все. На связи был Максим Петров. Надеюсь, что видео было полезно и ценно. Если понравилось, то ставим лайк, подписываемся на канал. Если остались какие-то вопросы, напишите в комментариях.